Конфликт с Асланом Усаяном Дед Хасан Люди Эдика Красного, помимо крышевания коммерсантов, довольно плотно контролировали рынок наркотиков. Все точки сбыта отстегивали Краснову процент, даже представители группировок спортсменов, славящиеся своим стремлением к беспределу. Законник настолько плотно контролировал Ростовскую область, что даже Аслан Усаян Дед Хасан в то время не смог зайти в регион. Его просто не пустили. Деду Хасану это не понравилось, но Краснов в то время действительно обладал серьезным влиянием. В 1992 году прошла сходка в шахтах, на которой его полномочия, как смотрящего по региону, только подтвердились. Усаян стремился к полному контуру над югом России, и такой серьезный очаг сопротивления, как Ростовская область, ему был поперек горла. Когда в 1993 году Краснов отправился в Ашхабад, урегулировать некоторые вопросы по поводу поставки наркотиков, его задержали. Считается, что к задержанию законника приложил руку Дед Хасан. У Краснова нашли наркотики, которые, как он утверждал, ему подкинули. Суд не поверил неоднократно судимому Эдуарду и приговорил его к пятилетнему сроку. Это тюремное заключение станет переломным моментом в его криминальной карьере, лишив его былого влияния. Со стороны сторонников Эдика Краснова. В мае 1999 года в собственной машине был взорван родственник и заместитель Краснова, Ариф Гаджиев. Законник переехал в Москву, где некоторое время жил под прикрытием Долгопрудненской ОПГ, с лидерами которой у него были дружеские отношения. Краснов скрывался до середины 2000-х годов. Постепенно все его территории в Ростовской области перешли к людям деда Хасана. Поэтому когда он, наконец, вернулся домой, его уже не встречали так пышно, как раньше. У него уже не было былого авторитета и влияния. В 2006 году его задержали ростовские оперативники. У законника нашли наркотики, а суд приговорил его к шести месяцам срока. В заключении он объявился вором, хотя его противник дед Хасан прислал сообщение о том, что Краснова нельзя считать законником. Однако, в глаза старому вору этого опять так никто и не смог сказать. Оставшись неудел, Краснов решил подзаработать прежним способом – торговлей наркотиками. Он организовал небольшую сеть сбыта, которую довольно быстро вычислили оперативники. В июне 2008 года Эдик Красный был арестован. При аресте он ранил себя в грудь ножом, но врачи сумели сохранить ему жизнь. В 2010 году законника приговорили к 9 годам заключения как организатора сети сбыта наркотиков. В заключении здоровье вора ухудшилось, и в апреле 2013 года он умер от обострившегося туберкулеза. Так сложилась жизнь влиятельного авторитета Эдика Красного. Несомненно, на его судьбу сильно повлиял конфликт с одним из авторитетнейших законников того времени – дедом Хасаном. Но нельзя отрицать, что еще одним важным фактором утраты влияния стала сильная наркотическая зависимость Красного.